Дейность доброохотных пожарных формирований обмерковали в Маларыцком районе. Тут произошел первый в области семинар по пытаниях развития пожарного доброохотничества. До дела в семинары были запрошены керавники организации старшины Сельвы Конкама у старосты Весок. Репортаж Людмилы Салдиной. У сведомости людей снует думка, что за беспячение пожарной безопасности лежит только на профессийной аварийно-воротовальной службе. Однако у супрационников МНС есть и молодший брат – доброохотные пожарные формирования. Они створаются в основном при предприятиях и сельгаз-господарках и в любой момент готовы подставить плечо старейшему брату МНС. На Бречене доброохотников сегодня 2600 человек. Доброохотных пожарных команд створено 58. Правильно созданные и правильно организованные добровольные пожарные формирования являются очень сильным и очень мощным помощником в деле предупреждения ликвидации пожаров. Поэтому, если они работают нормально, каждодневно, то и в вопросе пожарной безопасности решаются, будем говорить, ну, если не мгновенно, то очень быстро. До речи, маларыта для проведения семинару по пытаниях развития пожарного доброохотничества обрана не выпадкова. Эта работа тут на высокем узровне. А команда СВК «Хатисловская» – лепшая в области и на другом месте в республице. И она реально удельничает у ликвидации пожаров на территории района и мает опыт выротования человеческих життям. При возникновении пожара, прежде всего, население уже звонит на наш пост добровольной пожарной команды. Номер все знают и ребята сразу совместно выезжают на место пожара. И есть результаты, они ощущаются. Основная задача доброохотных пожарных команд – прибыть на пожар и стремать распаусюжение огню до прибытия профессийных выротовальников. Великая роль для доброохотников и в профилактической работе, которую проводит МНС. 1 октября текущего года в масштабах республики проводится республиканская акция за безопасность в месте. По состоянию на сегодняшнее число все работы, которые мы планировали по ремонту печного отопления, электропроводки, установке автономных пожарных извещателей по социальной категории граждан выполнены. Безпеки много не бывает и усматрить ей можно, дякуючи доброохотникам. Стать пожарным можно каждый, было бы только жадание допомогать людям. Звусно у дитячей агитбригады это гучало особливо переконавча. Подобные семинары областная структура доброохотного пожарного товариства плануя в ближайший час провести и в инших районах Брешчины. Людмила Салзина, Тыгран Акапян, областные новины, Маларыта.